здравствуйте вы на канале любимая дача иркутский район меня зовут оксана сегодня 8 сентября я сейчас работаю в томатной теплице расскажу что я делаю собираю конечно и помидорки и обрезаю листья помидорки чериков набрала и вот такие но еще висит помидоров довольно много но листья я очень хорошо сейчас обрезала потому что кладоспориоз у меня есть в теплице и листья с кладоспориозом есть вот это уже не первая ведерко которую я обрезала помидоры у меня уже стоят прям такие голые но им уже листья не особо нужны и плюс я говорила что если я обрезаю листья я оставляю пасынки вот посмотрите какие пасынки листьев нет сейчас покажу по сравнению с листьями так сейчас сюда повернемся что тоже одни пасынки меня уже ну вот вот старые листья с пятнышками вот они такие не очень красивые а пасынки они прям красивые никакого кладоспориоза на них нет поэтому даже вот такие большие оставляю но этот уже можно убирать из из помидоров а нет вот он на нем еще большие вот помидоры висят не убираю оставлю еще как есть вот такими прям большими пасынками потому что других завязей нет вот два крупных помидора они скоро покраснеет просто и все и помидорки у верха теплицы крупные хорошие но в этом году я уже говорила что их немножко поменьше вот так выглядит сейчас теплица оставляю черри кичели немножко я просто проредила где-то обломила пасынки вот такие где-то не обломила что то есть они будут расти у меня уже так в диком состоянии здесь и я их убираю обычно самыми последними черрики если они растут растут переплетаются между собой очень мне в этом году не понравился вот этот мятежный звездный истребитель ни одного крупного помидора и вот красивого как говорили на нем я не видела ну да они какие-то пятнистые то но такие все мелкие и помидоров очень мало еще меня разочаровал томат карнабель вот интересно у моей подруги он рос но до последнего как бы и у нее даже в декабре еще были плоды спелые она их снимала зелеными а я ее их убрала уже потому что помидоров на нем нет но у меня вот это очень затененный угол вот здесь прям сильно тень тень и получается что карнабель его не переносит и второй момент карнабель это не настоящие семена это же гибрид а мы сделали с него семена сами и посеяли и вот не получился он у меня то есть помидоров на нем было ну буквально я не знаю штук шесть-семь наверное на одном кусту и столько же на втором ну и сейчас он уже пустые где пустые кусты я прямо убираю и оставляю место ведь будет расти горчица по краешку салатик будет редисочка расти вот так сейчас делаю все это дело я все-таки полила хотя несмотря на то что было 4 часа дня я приехала обычно помидоры поливая утром но сейчас полила потому что земля очень сухая здесь и теплицу я сейчас не закрываю но у нас ночей прям холодных холодных таких не было 7 8 градусов это нормально для помидоров вот когда будут 4 градуса надо думать ну не знаю посмотрим еще еще впереди выходные сегодня пятница суббота воскресенье там что-то поспеет если будет солнышко какие-то плоды вот свиншан пеппер очень красивые всегда крупные всегда хорошие очень вкусные помидоры и в теплицу пока я оставляю открытым зато у меня нет болезни ведь у меня нет фитофтороза и кладоспориоз он тоже не критичен то есть есть какие-то листья отдельные но все равно вот помидоры с новыми пасынками выглядят нормально и помидорки наливаются и по верхам еще помидорки есть но если нам пообещают прям такие серьезные заморозки я эти все помидоры соберу тогда и сложу в доме чтобы они поспевали а если погода позволит то будут они стоять еще на кустах созревать кроме помидорок у меня острые перцы здесь растут перчиков довольно много здесь красные я собрала он там еще один красный красные собрала эти но они их тоже можно в готовку уже класть они нормальные остренькие такие ну вот так выглядит сейчас моя томатная теплица ничего конечно же я уже не обрабатываю не откуда спариоза нет фитофторы ничего не делаю ближайшие мои работы здесь это потом я но которые помидоры я соберу вот например ну например стоит куст а на нем вот раз два три четыре помидора вот они покраснеют я их соберу и пустой куст уберу отсюда из теплицы и так я все эти кусты постепенно какие-то уберу но черрики и добарау я оставлю надолго то есть пока до самых морозов они у меня будут стоять до октября а стенки теплицы я следующие выходные помою там все помою какие-то томаты уберу какие-то оставлю и все больше ничего делать не буду никаких обработок никаких шашек серных я не делаю потому что помидоры мои не болеют они болеют потому что я соблюдаю простые правила которые рассказывала у меня есть видео на канале сделайте так и фитофтороза не будет по моему вот такое что то то есть я уже много лет соблюдаю вот такие правила которые я там рассказывала ссылку я ставлю под этим видео на то видео где говорю что надо делать чтобы не было фитофторы и томаты ваши болеть не будут все с ними будет хорошо подписывайтесь на мой канал ставьте лайки кому полезны такие видео подписывайтесь на яндекс цен всего хорошего до свидания